Добрый вечер, Гомель! Мы рады приветствовать всех, кто в этот вечер вместе с нами. И тема нашей программы – здоров ли ваш питомец? Звоните, пожалуйста, к нам в студию, задавайте ваши вопросы, рассказывайте ваши истории, а также пишите нам на Viber. Его номер вы видите сейчас на своих экранах. Мы начинаем. Итак, сегодня в прямом эфире мы будем говорить, как же выбрать четвероногого друга, как превратить адского пса в покладистую собаку, как обезопасить домашнее животное, а также себя от болезней. И вообще попробуем разобраться, как же вы, дорогие телезрители, уживаетесь со своими домашними питомцами. Партнер нашей программы – ветеринарный кабинет «Микродруг». Ученые давно доказали, что животные благотворно на нас влияют. И это признает даже Всемирная организация здравоохранения. Но согласитесь, дорогие друзья, что животное в доме – это уйма дополнительных забот. Четвероногого друга нужно гулять, кормить, ухаживать, показывать доктору, ветеринарному врачу. Но этот груз дополнительных забот никак не пугает нашу первую гостью – Галину Харитонову. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья. Галина, добрый вечер. Пожалуйста, проходите к нам в студию. Галина, добрый вечер. Занимайте ваше место. Ой, какая у вас активная жизнерадостная собачка. Расскажите, как ее зовут, сколько ей лет, какого она возраста. Ее зовут Цири, ей уже 4 года. Это американский кокер Спаниэль. Это собака, ну, родилась у меня дома, выросла у меня дома. То есть, ну, как бы она, как любой кокер, это очень жизнерадостная, добродушная собака, которая всегда рада людям, детям, детям, отлично уживается другими животными. Собака – компаньон, по сути. Судя по тому, как она активно заходила к нам в студию, мы поняли, что вы купили ее не просто так, а для того, чтобы она скрасила вам досуг. Наверное, еще с какими-то целями расскажите. У вас какие общие дела и как ваше настроение меняется, когда вы вместе проводите время? Ну, я увлекаюсь выставками собак. Мне кажется, что это очень такое интересное занятие, которое сплочает как человека, так и его питомца, потому что это такой совместный труд. То есть, нельзя просто взять главную роль для владельца, либо для собаки. Это такой слаженный процесс. То есть, собака должна быть подготовлена, воспитана обязательно, здоровая как психически, так и физически. И человек тоже, он должен быть к этому готов, уметь правильно презентовать собаку, подготовить ее к выставке. То есть, ну, такой совместный какой-то вид спорта. Видов спорта очень много для собак. Скажите, Калина, а много ли времени у вас уходит на то, чтобы вот заботиться о ее шерсти? Вот вы сказали презентовать ее на выставках. Это, наверное, дополнительно какие-то занятия? Занятия с кинологом, да? Что-то еще? Да. Уйма временем масса забот связана с этим? Физическая подготовка собаки, то есть кондиция собаки должна быть. Есть собака с длинной шерстью, как вот кокер-спанель, и, ну, еженедельный груминг. То есть, это как минимум 2 часа в неделю, я дюляю, чтобы ее вымыть, высушить обязательно с феном. Правильная косметика, то есть, просто обычными шампунями из-за магазина обойтись невозможно. Специальные шампуни нужны? Да, специальные шампуни. А что, потому что потом шерсть не расчесывается? Колтуны заводятся или как это правильно сказать, да? Ну, оно расчесывается, но как бы правильно подоруденная косметика, она может улучшить качество шерсти. То есть, если имеется волна, волну можно выпрямить, добавить блеска шерсти. Вы что, серьезно? Прямо как у нас у людей, да? И даже, наверное, лучше. Мы женщины не всегда довольны собой. Да, используют кератинирование, ламинирование волос для собак. Вы что, я думала, что это только для нас, для женщин, такие процедуры, дорогие. Наращивание волос. Что вы говорите? Ну, это все, скажем так, не приветствуется на выставках, но если использовать грамотно, можно значительно улучшить вид собаки, повысить свои шансы на победу на выставке. Здорово. Вы сегодня столько секретов мне рассказали, открыли. Это нечто. Галина, но я знаю, что у вас не одна собака. Да, у меня, кроме кокеров, у меня еще есть большой пудель. Так. Вот, мы тоже с ней увлекались выставками какое-то время, но сейчас она просто живет как домашняя любимец, ей вот скоро будет 6 лет через месяц. А скажите, почему вы выбрали собак? Если бы вам предложили, допустим, ну вот, черепаху. Черепаха у меня тоже есть. И черепаха есть? Попугая тоже. Послушайте, ну у вас целый зоопарк. Ну да, так же некоторые. У меня дома живет Джессика Парс-интерьер, я ее так называю, ну вот в маске белая такая, да, вот как в фильме снималась с таким рыжим ухом. Кот и черепаха. Я думала, что больше в одной квартире, да, вместе там с тремя взрослыми людьми ужиться никак невозможно. А у вас оказывается еще больше, чем... Кот тоже есть. И кот, и как они уживаются. Отлично. Серьезно? Ну, тут очень важно, какое настроение вообще в семье задает человек. То есть, если человек никак не гасит все эти конфликты, возникающие между животными, конечно, будет происходить полный беспредел. У нас все четко, как бы, иерархия. То есть, люди всегда будут стоять выше животных, все какие-то конфликты за еду, за территорию не пресекаются. То есть, и животные абсолютно мирно существуют друг с другом. То есть, у всех есть свое место, своя миска, и все знают, что они получат свою еду и свою порцию внимания. Никаких проблем не возникнет. А мне всегда было интересно, почему собака не может кушать с миски кота, а кот, да, не может, там, подкормиться чем-то, какими-то, там, кашками, мясом. Ну, они так иногда тоже делают. Могут. Могут, да? Могут. Но это тоже надо пресекать, я правильно понимаю? Ну, вот, допустим, одному человеку не нравится, когда из его тарелки, из его чашки будет есть другой человек. А, это неэстетично, да? Даже не только эстетично, а тут как это, едой делиться не нравится ни людям, ни животным, поэтому это может порождать конфликты. Понятно. И для того, чтобы как-то изначально их пресечь. Разделять время или место кормления, чтобы, ну, не было такой почвы для развития каких-то вот агрессивных отношений. Галина, ну, послушаешь, вот, ваша жизнь с собаками в квартире, это малина и сказка. А, может, есть какие-то вредные привычки, и вы нам расскажете. Не будем умалчать, потому что мы уже сказали, что животное в доме, это дополнительные заботы, это наше терпение и труд, который все перетрут. Да, вредная привычка есть какие-то? Ну, если это маленький щенок, конечно, он будет грызть, то есть на полу никакие вещи оставляться не должны. Если это провода, они должны быть убраны под плинтусы. Если это какие-то, ну, все, что угодно, все, что упало на пол, через две минуты оказывается возраст у щенка. Это нормально, потому что, ну, как и маленький ребенок, щенок, он все тянет в рот, им нужно потрогать, понюхать, лизнуть. То есть, если какая-то трава, там, не дай бог, для грызунов, точнее, от грызунов или от тараканов, это тоже может быть опасно для собаки. Ну, какие-то поролоновые игрушки. Я знаю, что если в доме есть маленькие дети, часто раскидывают лего или пуговицы, щенок может проглотить, и потребуется операционное вмешательство, чтобы это достать. Ну, это все серьезно, да. Это, ну, несет, как бы, угрозу для жизни животных. Обои тоже очень-очень быстро приходится переклеивать, если в доме есть маленькие щенки. Вы что-то серьезно, неужели каждое лето у вас начинается дома ремонт? Нет, не каждое лето. Нет? Мне просто не бывают каждое лето и щенки, ну, как бы, если, если, да. Ну, ваш же кот дома? Очень часто. Нет, с кошкой проблем нет, только шерсть. Она спокойная? Она только так показывает свое высокомерие? Она с детства живет с собаками, собаками, с змеи. Ну, и она персидская. Она перс, поэтому у них сам по себе характер флегматичный. То есть у нее есть свое место на подоконнике, на балконе и на диване. То есть если она просто не хочет общаться, она разворачивается ко всем хвостом и продолжает спать. Ей вообще, ей все равно, что происходит дома. Посмотрите, кстати, вашего любимца, девочка, да? Да, девочка. Девочка, как зовут? Цири. Цири, да. Цири заинтересовала наша черепаха в аквариуме. Конечно. Она не может удержаться на месте. Ну, вы керспанили охотничьи корни, поэтому, конечно, все, что шевелится, будет его интересовать. Это все. Ну, тем не менее, она вот не рвется, она понимает вас с полувзгляда. Даже по каким-то тактильным ощущениям вы к ней прикасаетесь, и она понимает, чего вы от нее хотите. Да. Ну, я как бы воспитываю собак так, чтобы тебе было с ними комфортно жить. Я не требую от них выполнения команд, как там рядом, к ноге. Ну, какие-то основные команды они знают. То есть, они знают ко мне, знают сидеть, знают нельзя. Но как люди начинают обучать кучу команд, я не считаю это обязательно для просто домашнего любимца. Если у вас неслужебная собака, и вам неинтересны какие-то элементы цирковой дрессировки, то это вовсе не обязательно. То есть, если собака не умеет давать лапы, то не значит, что она не воспитана. То есть... А что, она просто не хочет? Или почему она не хочет давать лапы? Ну, я ее там просто не учу. А, не учу. Мне как бы комфортно с ней вот так вот. Понятно. То есть, она понимает, что значит нельзя, что значит можно, что значит пойдем гулять, или ну-ка сиди тихо, или ты там дома застарше, иди себя хорошо. Они все понимают. Просто если с ними, ну, просто общаться, как вот с людьми. Итак, дорогие друзья, сегодня вечером мы говорим о том, за что же мы любим наших домашних питомцев. Как вы их кормите, как вы за ними ухаживаете, и что, как боретесь вы с их вредными привычками. И чуть позже вы узнаете о том, по какому же принципу в Минске работает такси для животных. Но это будет чуть позже. А пока хотелось бы вот о чем сказать. О том, что и вы, наверное, с этим согласитесь. Милые и трогательные братья наши меньшие приносят много очень позитива. Кошек заводят для того, чтобы успокоить нервы, также нормализовать давление. Из-за того, что пса мы выводим, ну, два, кто-то три раза на улицу гулять за день. Представляете, за день. Несколько раз мы дышим свежим воздухом. И кошек, я сказала, заводят те, у кого проблемы с артериальным давлением. А собак для того, чтобы профилактировать сердечно-сосудистые заболевания у человека. И что же побуждает вас, дорогие наши телезрители, заводить домашних питомцев? Звоните, пожалуйста, к нам в студию. Задавайте ваши вопросы на Viber. Так, какова же популяция собак, кошек, попугаев и других мелких зверюшек, и не только мелких, но и крупных, тех, которые живут в домах и квартирах жителей Гомельской области? Ответ на этот вопрос, пожалуй, не даст никто. Зато доподлинно известно, что сегодня комфортную жизнь наших питомцев обеспечивает огромная индустрия. Мы покупаем лакомства и корма, которые стали еще вкуснее. Фотографируемся вместе с нашими любимцами, стрижем их, покупаем одежки, модную одежду покупаем. Чего мы только не делаем для того, чтобы как-то в обществе выделяться и чувствовать себя увереннее. А может быть, что-то другое мотивирует владельцев домашних животных, мы узнаем немножко позже. Но пока информация о том, что в Беларуси вот уже два года работает социальная сеть для владельцев домашних животных. Проект pet2u.com предлагает пользователям публиковать фотографии питомцев, находить друзей по интересам, обмениваться опытом и советами. Мы детально изучили просторы портала и увидели, что наиболее часто задаваемые вопросы о том, чем кормить и как лечить братьев наших меньших. Не бывал интерес к теме здоровья животных, согласитесь. А как же вы заботитесь о ваших питомцах и вообще, как вы уживаетесь на одной территории, легко ли? Напишите, пожалуйста, нам на Viber, позвоните в студию по номеру, который вы видите на ваших экранах. Мы обязательно ответим, потому что сегодня в студии у нас эксперты, очень подкованные в этой теме люди. И как раз-таки самое время пригласить нашу следующую гостью, эксперта, председателя Гомельского областного клуба собаководства Галину Федоровну Кузьмину. Бурные аплодисменты, дорогие друзья. Да, проходите, пожалуйста, Галина Федоровна. Здравствуйте. Здравствуйте, занимайте, пожалуйста, место. Галина Федоровна, подсчитывал кто-нибудь когда-либо, сколько же домашних животных у нас в Гомельской области? Легко ли это сделать? Может быть, я ошиблась в подводке или я все-таки была права? Ну, это очень действительно трудно сказать, а подсчитать это невозможно. Я могу только сказать, что каждый четвертый житель нашего города имеет собаку. И каждый второй житель нашего города имеет какое-нибудь животное. Не обязательно собаку. Кота, кролика, черепаху, попугаев, канарей. А лемуры могут быть? Или нет у нас таких любителей? Это редкий такой вот экземпляр, особенно для Гомеля, но, открою секрет, у нас в Гомеле тоже есть лемур. Вы что, серьезно? Да, серьезно. Я думала, я сейчас юмором задам вам вопрос. Мы тут замнемся и всей студии будем гадать, живут ли у нас лемуры. Оказывается, есть такое, да. Есть это экзотическое животное, но секрет открывать я вам не буду. Точно адрес нам не нужен. Мы просто рассуждаем, кто же он. Потому что с каждым годом, даже с каждым месяцем у нас все больше и больше появляется любителей, животных. И это просто не может не радовать. Потому что тот негатив, который исходит против животных от многих людей, вы знаете, он просто убивает тех людей, которые имеют собак, котов и прочее, прочее. Но, видимо, люди не просто так изливают негатив. Наверное, есть какие-то причины. Скорее всего, не так владельцы гуляют на каких-то площадках, общественных местах. А что это еще может быть? Но, вы знаете, это не является основной причиной. Основная причина вот такой нелюбви, мягко выражаясь, к животным всегда является какая-то неудовлетворенность жизнью, неудовлетворенность своим положением в обществе, неудовлетворенность семье в своей что-то. То есть у человека накапливается постепенно негатив, а его выбросить негде. Если дома это делать, то, знаете, можно получить такой же отпор, нехороший. А проще всего это выливать где-то на стороне, на улице и на человека, который просто гуляет с собакой. То есть найти жертву, на которую можно излить весь свой яд. Это люди, в которых действительно очень много скоплено негатива. Это основная причина. Вторая причина, я думаю, тоже она немаловажная, что люди некоторые имели неположительный опыт общения с животными. И в чем дело? Почему так произошло? Причин тоже очень много. Кого-то покусала собака, кого-то испугала. И особенно, когда собака испугает ребенка, ему это остается на всю жизнь. У нас не было раньше службы, и да и сейчас они часто обращаются к психологической помощи, не обращаются к психологам. И поэтому этот страх остается на всю жизнь. Но есть простой способ. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок не боялся собак, не боялся ходить по улице, значит, у тебя должно быть животное какое-то. Особенно, если боится собак. Возможно, претензии нужно предъявлять не собаке, которая гуляет без поводка на улице, а именно хозяину. И воспитывать человека. Правда ведь? Вы понимаете, это однозначно, это говорится всеми и всегда говорится. Потому что, ну при чем здесь собака? Собака это животное. Да, будем говорить, что это дикое животное. И, ну вы знаете, ну хозяин должен это понимать. И естественно, он должен следить за своей собакой. И если собака что-то учудила, понимаете, отвечать должен только хозяин. И я вообще-то не приветствую вот тех, которые ратуют за то, что если там собака кого-то покусала, она злобная, туда-сё, что ее надо тут же прямо на улице, в присутствии всех людей пристрелить. Назидание. Кому назидание? Воспитание жестокости? Мы знаем, что собака... Это непонятно. Мы же наслышаны о том, что собака просто так не бывает кусачей, правда? Да, она бывает от жизни собачья. Да, и если она проявляет агрессию, то не просто так. А, наверное, почему? Потому что хозяин ее неправильно воспитывает? Или почему? Или существуют какие-то породы, которые сложно поддаются воспитанию? Вы знаете... Долгое время пройти должно. Сколько лет я общаюсь с собаками, можно сказать, с детства. Вот. Я не встречала собак, которые просто так были бы агрессивные. Даже если собака бешеная, вы понимаете, бешенство проявляется не сразу, а проявляется постепенно. Скрытый процесс какой-то, да, латентный? Нет, его внимательный хозяин, который любит свою собаку, он замечает за ней изменения. Хождение ее вот так вот по кругу, вот, все на выделение какое-то, вот, непонятный взгляд, идет прямо на стенку, может идти там. Это может длиться определенное время. Вот. Но она же сразу не бросается, и только тогда, когда какой-то период проходит, и ты к ней идешь, да, она может броситься. Потому что она испытывает большой дискомфорт, и она не... у нее неадекватное поведение. У нас, если это касается людей, что сразу делают? У нас есть определенное учреждение, его туда определяют. Куда лучше не попадать. Все, естественно. Наверное, хода назад уже оттуда нет, правда? Это нет. Это такая сложная тема, это тема нашей отдельной какой-то программы, мы обязательно рассмотрим. Но я вот хотела еще вернуться, Галина Федоровна. Вот Галина пришла с Цири, да, и у нее дома еще одна собачка и котик. Скажите, вот такая ситуация, такая история, когда в одной квартире уживается, ну, несколько животных, парочку крупных, ну, там другие, там помельче могут быть, хомяки, попуга, еще там кто-то, да. Это нормальная ситуация или все-таки это исключение из правил, и обычный среднестатистический гомельчанин, он все-таки заводит одно животное в квартире? Вы знаете, это сверхнормальная ситуация. Это говорит о том, что человек просто, он не может жить без животных, он любит всех животных. В этом проявляется его натура, характер его, вот, и отношение к жизни. Я приветствую таких людей. Единственное, что всегда надо соизмерять свои возможности со своими потребностями, это главный принцип. Если квартира маленькая, и если там есть маленькие дети, и там много животных, то сами понимаете, что комфортно не будет никому. Конечно. Ни животным, ни детям, ни людям. Если хозяин не будет справляться с таким количеством, то он наверняка решит как-то вопрос. Конечно. Те люди, которые держат одну собаку, вот, понимаете, это вот мой друг, компаньон, я эту собаку люблю, я ее обожаю. Все, жизнь вертится вокруг этой собаки. Она член семьи, просто. Она получает всю любовь, не только в своей семье, но и среди родственников, это все распространимо. И это здорово, конечно, вот. Поэтому, когда люди последние годы, вот я наблюдаю, когда люди, которые держат собак, особенно не одну там, а две, три, вы знаете, они избавляются от квартир, продают квартиры, покупают дома. Ради животных? Ради животных. Вы серьезно? Бывают такие случаи? Да, Господи, сплошь и рядом. Значит, животное вот такая вот великая мотивация, чтобы решить квартирный вопрос, расшириться. А вы знаете, мотивация очень сильная. Еще по той простой причине, что вот из-за этого негатива от других людей, которые идут постоянно со всех сторон. Вы знаете, один человек, но может укусить так, что это распространится очень-очень широко и далеко. Вы знаете, я думаю, что вот наша Цири, она никого не способна укусить. Вы посмотрите, как она любит Галину. Это вы так считаете. Я так считаю, я это вижу. Любая собака способна. Любая собака способна. Давайте же мы послушаем, с каким вопросом, либо с какой историей звонит наш телезритель или телезрительница. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Нина Тимофеевна. Нина Тимофеевна, правильно? Да. Да. Здравствуйте. Откуда вы звоните, Нина Тимофеевна? Я звоню в Тир. Дом у нас девятиэтажный. Около нашего дома выброшенный щенок. Лежал под машиной. Дня четыре даже не выходил. Кто лежал? Лежал щенок под машиной. Щенок под машиной, да. Выброшенный. Выброшенный. Был трусливый, испуганный. У глазах носка, видимо, хозяева его там оставили. Как-то вы, люди, которые видели, проходили мимо. Вот вы, в частности, вы как-то смогли ему помочь? Да, мы его приручили. Было тяжело, но мы старались его и подкармливали, и как-то подходили поближе к нему. Он всех боялся. Но к детям подбегал. Так, вы его выходили, да? И он сейчас живет в добрых руках. Правильно я вас поняла? Он уже у нас второй месяц. Здорово. Он подрос. Мы ему купили ошейник. Купили ему от блох ошейник. Так. Кормим. Так. Он такой дружный, никого не трогает, такой смирный. Котовый, то боится. Его копы гоняют. Да вы что? Ну, его жизнь научила, поэтому он уже остерегается. Да, да, да. Он такой трусоватый. Ну, нам его жалко. Но некоторые люди возмущаются, ну, как эта собака на крыльце у подъезда живет. И мы вот, зима придет, мы думаем, куда его нам определить. Да, и вы звоните нам в студию для того, чтобы услышали добрые люди наверняка, и чтобы как-то помогли разрешить ситуацию. Правильно, верно? Спасибо, спасибо. Галина Федоровна, есть ли какие-то надежды на то, чтобы вот пристроить собачку? Спасибо за звонок. Сегодня мне, начиная с утра, было два звонка. И самое интересное, одно и той же породы. Лабрадор. Мальчика нашли. Да. Вот, но так как там имелось клеймо, по клейму мы быстренько вычислили. Мальчика, я надеюсь, что хозяин нашелся. И вот перед отъездом в вашу студию, опять звонок. И опять лабрадорчик, девочка уже потерялась. Тоже есть клеймо. И вы знаете, ее загнали там масса собак, где они набрались, эти собаки. И вот хорошие люди все-таки нашлись. Они не побоялись этой стаи, которая ее гоняла. Да. Вот, и они отбили ее и забрали домой. Сейчас мы ищем хозяина. Мы находим его. Но в данном случае, вот, о котором вам рассказала женщина, кстати, огромное вам спасибо. Вот, если есть такие, как вы, то поверьте, стоит жить. Спасибо вам еще раз. Находятся люди. У нас, допустим, в клубе работают люди, которые просто, ну, живут этим. У них своя работа есть, они самодостаточные. Но если зайти на наш сайт, там постоянно рекламируют этих дворняжек, вот, их устраивают куда-то, что-то, забирают. И даже ездят в пригород, где они рожают там в этих, в норах и кормят этих щенков, потом пристраивают. Здорово. Я думаю, что если эта добрая женщина оставила бы свой телефон, я думаю, что мы постарались бы ей помочь. Мы попросим нашу телезрительницу, которая только что звонила в студию, позвонить еще раз на этот номер, который у нас на экране. Оставьте, пожалуйста, ваш номер телефона. Гальна Федоровна обязательно позвонит. Да, мы позвоним. И как-то поможем помочь. Да, сможем помочь. Простите за масло маслиное. Да, сможем помочь. У нас еще один телефонный звоночек в студию. Давайте, дорогие друзья, послушаем. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Наталья Алексеевна, меня зовут. В Гоме, я живу по улице Головацкого. Да, Наталья Алексеевна, слушаю. У меня такой вопрос. Дело в том, что у нас здесь очень много собак живет в квартирах, и вроде как у нас есть место для выгула. Но по факту его нет. Люди, конечно, говорят, что вот, не там гуляйте и так далее. Вот как официально, допустим, в собаке, которая Головацкого, Мазырова, где место для выгула? Это один вопрос. Да. Самый больной мой вопрос, то, что сейчас вот закончился летний период, и люди просто выбрасывают животных. Сначала малышам своим на дачу взяли, поигрались. И сейчас, ну, просто туча животных, которые выброшены. Почему в Гомеле, ну, в частности, Белоруссии, может быть, я уже не знаю, на каком-то уровне, нельзя сделать, чтобы как в цивилизованных странах были питом какие-то, ну, приюты для животных. Ну, это просто больной вопрос. У меня все животные подобранные. Собака взрослая, овчарка и кошки. У моего сына также все подобранные. Я не беру там, допустим, и не покупаю животных дорогих всех этих, которые котируются. У меня все подобранные. Потому что на них смотришь жалко. Ну, как-то можно решить в Гомеле хотя бы вот этот вопрос, чтобы, ну, не страдали эти животные. Понятен ваш вопрос, Наталья Анатольевна. Галина Федоровна глубоко и тяжело вздыхает, потому что наверняка это большая проблема для нас, да? Если в двух словах, может быть, в ближайшей перспективе что-то будет у нас? Вы знаете, я всегда говорю на конкретных примерах. Вот вы идете в магазин, в любой, что вы видите в дверях? Вход с собаками запрещен. Да. Вы заходите в общественный транспорт. Вам мало что, так вас могут высадить. И водитель будет орать в микрофон и не будет ехать, чтобы поднять против вас всех пассажиров, что задерживаем движение, и вас высадят. Так вы хотите, чтобы у нас при такой вот ситуации, это же самое элементарное отношение к животным начинается именно вот с этих объявлений. И это на самом высоком уровне. Я имею в виду районном, там, городском, там, ну, может, и выше там, естественно. Но все идет снизу. Да. У нас телезрительница спрашивала про питомник. Что-то... Так вот я вам говорю. Мы можем ли ответить конкретное? Может быть, ближайший год-два вы же в этой сфере работаете, может быть, вы обнадежите наших телезрителей? Я не буду обнадеживать людей, потому что люди сейчас имеют большую, хорошую информацию. Вот. Они смотрят интернет, они ездят по заграницам. И такого, простите, отношения к животным, как у нас, нигде нет. Я понимаю жителей вот этих домов, которые возмущаются, что выгуливает собак, потому что там действительно нету ни площадок. И тем же домоуправлением все, им просто невозможно где-то выделить площадку такую, чтобы люди гуляли. Площадки в Гомеле есть. И в каждом районе есть несколько площадок. Вопрос, что хозяева не всегда... Выбрасывает собак. Да, приходит туда для того, чтобы как-то заняться воспитанием, дрессировать. Ну и потом, если животное сразу выбегает из подъезда и начинает справлять нужду, ну, животному не объясни, что я сейчас доеду. Сейчас, потерпи, пожалуйста, две остановки, доедем. Но это тема нашего следующего разговора, следующей программы. Следующая программа, больная тема, мы обязательно должны поговорить. Это очень больная тема для всех. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Мы работаем в прямом эфире. Тот, кто говорит, что счастье никогда не купишь, никогда не покупал щенка. И через несколько секунд мы попробуем разобраться, как же распознать генетически крепкого щенка. Не переключайтесь. Итак, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Наша тема «Здоров ли ваш питомец?». И у нас есть гостья, ее зовут Аня. Проходите, пожалуйста, Аня, к нам в студию. Вы к нам не с пустыми руками, вы вот с такой очаровательной бусечкой. Как же ее зовут? Расскажите, пожалуйста. Домашняя кличка «Панда». А почему домашняя? Ей кто-то будет другое имя? Кличку давать другую. Потому что кличка присваивается заводчикам, то есть мной, в документах. Она идет на английском языке, и понятно, что на английском языке дома неудобно называть. Причем в самом начале клички идет название питомника. Поэтому она получается длинная. Но для упрощения получается, что он похож по окрасу на панду. Похож, конечно. Смотрите, какая очаровательная лапочка. Это просто что-то невероятное. А скажите, какого возраста панда? Панде через неделю будет три месяца. Она уже привита? Это мальчик, да. Мальчик. Он привит. Мальчик. У него сделаны все прививки и от вирусных инфекций, и от бешенства. Давайте же присядем к нам на диванчик и попробуем разобраться. Вот мы попросим Галину Федоровну. Галину Федоровну. Галина Федоровна, помогите нам, пожалуйста, понять. Вот как-то визуально, да? Мы можем как-то понять по состоянию шерсти, например. По тому здоровые и нездоровые глазки. Но я вижу, что он здоровый, такой вот хороший мальчик. Как понять генетически крепкий щенок? Стоит его покупать, вкладывать деньги большие? Потому что наверняка это элитные породы собака, да? Я правильно понимаю? Ну, понятие элитное это как-то тоже теперь не употребляется. Неважно. Я скажу только одно, что его родители, которые не имеют никаких заболеваний, и за свою жизнь к врачам они обращались, возможно, чтобы удалить лишний зуб, который при смене не выпадает сам. Вот. В остальном собаки, родители этого щенка здоровые. И это главный показатель. А как вы видите, что родители щенка здоровые? Ну, мы же отслеживаем. Да вы понимаете? У нас ведь, между прочим, документы. Вы можете глянуть? Да, конечно. Оценить, да? Да не надо мне даже смотреть. Я их очень хорошо знаю. Вы видите визуально, да? Даже не будем в документы заглядывать? Я знаю все эти собаки. А, вы знакомы, вы знакомы. Не то, что знакомы. Вы поймите, что эти собаки, которые имеют такие документы, они нам всегда знакомы, потому что они члены нашего клуба. Потом они участвуют в всех выставках. Они всегда берут, идя на выставку, они берут всегда справку о том, что собака может посещать эту выставку на здоровой светлечебнице. Мы знаем конкретно, что эти собаки привиты. Результат вот, видите, это очень интересно, конечно. Очень важный документ, правда? Это самый важный для собаки документ. Оказывается, паспорта не только у нас у людей, но еще и у собак. Паспорт здоровья это называется. Просто это паспорт здоровья. А это паспорт, такой как у нас. Но в нашем паспорте там ни папы, ни мамы нет. А в этой родословной там очень-очень много колен. Люди просто не знают своих веточек и веток. А мы по собакам все знаем. Поэтому можно сказать, что у здоровых родителей должны быть здоровые дети. Но, как всегда бывает, но никто ни от чего не затрахован. И генетика, и эта наука, и дама очень капризная, и наука неизученная во всем мире. Давайте об этом чуть-чуть позже. Оставьте, пожалуйста, паспорт у себя. И у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте выслушаем. Выслушаем, Галина. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Как вас зовут и откуда вы звоните? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как нам быть? У нас у кленках, вот на дачах, столько собак, вот 30 собак. Даже сейчас вот вывела сучка обратно 12 таких. Там невозможно. На улице антисанитария. Кругом все обгажено. Пакеты все кушать, бросают пакеты, все разные коробки. Это вообще ребенка невозможно выпустить на улицу, чтобы ребенок погулял возле дома, потому что собаки кругом и лежат, и не знаем, что делать с этими собаками. Понятно, что их никто не вакцинирует, потому что не занимаются. Там вообще идешь и боишься, потому что и кидаются, и вообще очень... Понятно. Ваш вопрос, что же делать и как помочь вот вам и людям? Да, и как избавиться, это вообще, оно одни куда-то деваются, пропадают, и ну вот в данный момент, может, 30 штук или там у нас. Понятно. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Татьяна. Татьяна. Спасибо, Татьяна, за звонок. Галина Федоровна, что мы можем ответить, если коротко? Коротко у нас есть такая служба, как жил коммунхоз. Обращайтесь туда, если что, потому что мы не занимаемся ни отловом, ни регулированием рождаемости дворовых собак. Этот процесс там неконтролируемый. А так как у нас нету никаких служб других, которые занимались бы дворовыми собаками, то у нас есть только жил коммунхоз. Как это не прискорбно, это звучит, но это реальность. Но туда лучше не попадать собакам. Вы говорите, это живодерство. Самое настоящее туда... Вы так не говорите, это жил коммунхоз. Ну, там же где-то содержатся собаки, которых вот отлавливают и держат до определенного срока. Подождите, а как могут там выдерживаться и задерживаться собаки эти, если бы они там задерживались, то поверьте, там было бы, я не знаю, что. Население города было бы второе. Наша телезрительница говорит, что ни о какой гигиене и санитарных нормах, которая там на этих территориях, речи идти не может. Вы знаете, у меня дача в кленках, очень много собак, я не беру с собой собак на дачу, их много, они агрессивные. И знаете, в чем главная проблема? Их кормят люди. Если бы их люди не кормили, они бы ушли. И эти бы суки, они бы не приносили щенков. Постоянно есть люди, которые их кормят, которым жалко. Но зимой они уедут, и эти голодные дикие собаки остаются на дачах. А там, кстати, мы кто? Пенсионеры. По своей душевной простоте мы не можем бросить бедных животных. Заберите собаку домой, стерилизуйте и любите ее. Все. Все. Никаких косточек, огрызочков. То есть стерилизация, забрать домой, провакцинировать. Да, однозначно. Взять на себя ответственность и ее нести, а не скидывать ее на других. Это просто безответственно. И из-за таких людей появляются люди, которые испугают собак. Дети, которых напугают бродячие собаки. И мы вырастим поколение людей, боящихся собак, ненавидящих собак. Потому что кто-то эту собаку бродячую просто вот так вот поверхностно пожалел. Вот и все. Вот он ответ. И это тоже правильно. Да. Галина Федоровна, относительно вот нашего щеночка, да, с которого мы начали там две минуты ранее разговор. Скажите, вот ему сейчас три месяца, правильно, Анна? Через неделю. Через неделю три месяца он уже вакцинирован. А с какого возраста его можно воспитывать, дрессировать? Он уже сейчас поддается? Он уже в этом возрасте и можно заниматься? Он уже воспитанный. Уже воспитанный? Не воспитанный бы, вот так не сидел бы. Так. Щенка надо воспитывать, как только он, как говорится, стал на свои ножки. Так. Его приучают сразу к пеленочке, его приучают вовремя маму сосать, его приучают, чтобы он знал свое место. С этого все начинается. Чем раньше вы начнете воспитывать своего щенка, тем лучше. И многое зависит от заводчика, то есть вот от той же Ани. Как она воспитывает своих щенков хорошо, допустим, то покупатель ее, вот, будущий владелец этого щенка, вот, ему будет уже намного проще. Плюс консультации, которые он получит от заводчика, и у него проблем с воспитанием не будет. Итак, дорогие друзья, уважаемые телезрители, в эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Если ваша собака рычит, скалится и даже кусается, норовит броситься на кота, либо проезжающего мимо велосипедиста, то, конечно же, оставлять без внимания такое поведение нельзя. Надо заняться воспитанием вашего питомца. И сейчас самое время пригласить в студию кинолога Ивана Боженкова. Иван – начальник отделения службы собак пограничной заставы Гомельской пограничной группы. Бурные аплодисменты, друзья, в студии. Пожалуйста, проходите, Иван, занимайте ваше место. Расскажите, как зовут собачку, какого возраста, и почему в служебной собаке выбирают овчарок. Меня зовут собаку Дина. Ей год и 11 месяцев. Верный дух и верный компаньон. А почему овчарка? Чему они служат на границе? Овчарка – это универсальная собака. Она очень поддержана хорошо тренировкам, хорошо поддается. То есть в этом плане с ними очень легко. Можно лепить? Можно слепить из нее все, что хочешь. Как из пластилина. Да. То есть можно и учить ходить собаку по следу, можно учить и поиску наркотических веществ, и каких-то взрывчатых веществ. Так, а ваша Дина что умеет делать? Чему обучена? У меня собака обучена следовой работе. Так. Это то есть она преступника по следу ищет? Ну, у нас в данном случае нарушителей. Как правильно сказать? Нарушителей. Нарушителей. Так, нарушителей. Ищет по следу. Так, хорошо. А вы сейчас можете нам показать какие-то упражнения? Могу показать упражнения с общего курса дрессировки. Хорошо, давайте. Давайте пройдем. Где, да? Например, команда рядом. То есть собачка находится в свободном состоянии. Так. То есть она гуляет. Команда рядом для чего нужно? Чтобы подозвать собаку к себе и чтобы она находилась рядышком. Так. То есть начиная ходьбу. Как-то она по голосу вас понимает или жестами вы тоже показываете, даете команду? То есть жестами и есть голосом. Так. Например, в данном случае команда рядом и звучит голосом. Рядом. Опс, она села рядом. Вот, пожалуйста, да. И обязательно лакомство ей за это? Обязательно собаку надо подозвать. А почему обязательно? Чтобы подкрепить это. А, понятно. А если не дать, дать там через раз? Она будет хуже слушать? Не то, что хуже слушать. Она просто будет команду выполнять с заторможением, как можно сказать. А, понятно. То есть у нее нету стимула? Нету стимула, да. Нету стимула. Так, хорошо. То есть при ходьбе рядом. То есть собачка рядом находится. То есть подается команда тоже рядом. Не просто взяли и пошли. Обязательно дается команда рядом. Все. И она идет красиво рядышком. И она наверняка должна идти с вами на уровне и не вырываться вперед. Правильно я понимаю, Иван? Правильно. Правильно. А почему важно это? Потому что это нужно для того, чтобы показать собаке то, что она не главная, она должна быть ведомой. А хозяин, как бы получается, он идет вожак стаи, он должен быть всегда впереди. Поэтому собачку никогда не надо пускать вперед. Только здесь с вашего разрешения. Так, хорошо. А если я сейчас попытаюсь ей дать сахарную косточку, можно я это сделаю? Нельзя. Почему? В данном случае получается то, что собака привыкнет брать с чужих рук. И что? А если это у вас хорошее, доброе намерение угостить ее. Ну конечно, мы с одной задачей собрались, да? Кто-то захочет отравить, может кто-то хочет причинить вред какой-то. То есть она не должна привыкать брать с чужих рук? Конечно, не должна. Только если разрешает сам хозяин. То есть получается сам вожак разрешает дать лакомство. Смотрите, она заинтересовалась цири. Что-то она еще может нам показать? Да. Они симпатии выражают друг другу. Тоже есть команда, например, сидеть, лежать. То есть это можно делать как механическим способом, можно при помощи лакомства. То есть при помощи лакомства, самое простое, не используя ничего. То есть дать собачке увидеть лакомство, показать, что оно у меня есть. И просто заводить ее назад. И она сама автоматически... А, и она за рукой будет, да? Да, за рукой, то есть назад, и она садится. Хорошо сидеть. Всегда после того, как дали лакомство, обязательно собачку похвалить, сказать, что она молодец. Ой, какая молодец. Она прям радуется. Тоже команда, например, лежать. Без всяких напряжений, всяких усилий. И она сама ложится. Хорошо лежать. Умница. 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 Здорово, здорово. Ну что же. То есть есть разные способы и методы трассировки. Здорово. Данный метод был, получается, у меня вкусопощрительный. Вкусопощрительный. По помощи лакомства. А еще какие бывают? Есть механический. То есть, например, команда сидеть, держу за ошейник, ну, и усаживаю ее механическим способом. То есть, воздействие ошейником вверх и на крестец нажимаю на низ. Вот. Есть, как бы, получается, контрастный метод. Это использование механического способа и лакомства, вкусопощрительного. То есть, я применил механический метод, усадил собачку, поэтому похвалил ее. Есть еще, как бы, игровой при помощи игрушки. Здорово. Это самые основные методы дрессировки. Бурный аплодисменты за ваше мастерство и за то, что вот вы так выдрессировали Дину. А скажите, Иван, вы давно были у ветеринара, давно ли проверяли вашу любимицу? Как часто вы это делаете? Раз в квартал. То есть, раз в три месяца? Да. Это вот по правилам так надо. Нельзя раз в полгода, раз в год, иначе... Надо следить за состоянием и здоровьем своего. Это обязательно. 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 Я хочу позвать в студию нашу следующую гостью, Татьяну Абушенко. Бурные аплодисменты, дорогие друзья. Проходите, пожалуйста, Татьяна. Татьяна у нас представляет ветеринарный кабинет «Микродруг». Да, все верно. Татьяна, прокомментируйте, пожалуйста. Вот Дина ходит один раз в три месяца к ветеринару, наверное, для планового осмотра. Правильно говорю, Иван? Да, это верно? Да, этого абсолютно достаточно. И если собака грива, если собачка хорошо кушает и слушается своего хозяина, то повода для беспокойства нету и приходить, собственно, чаще не стоит. А как хозяин может понимать, что что-то происходит не то? Ну, зачастую, опять же, это потеря аппетита. Сонливая, не хочет играть, больше лежит. Ну, то есть это вот такие самые основные проблемы, да, когда мы можем сначала все это увидеть, распознать. Если собачка не кушает, в данном случае, вот, больше суток, то есть повод обратиться к ветеринарному врачу и уже разбираться, в чем причина. А скажите, пожалуйста, насколько широк спектр услуг ветеринарных, которые предлагают сегодня кабинеты Гомеля? Вот, в частности, ваш. Абсолютно широчайшие. У нас в Гомеле можно сделать рентген, УЗИ, лабораторная диагностика, начиная от анализов крови общеклинических, заканчивая гормональным статусом, цитология, гистология, то есть очень широкие, и мы помогаем. А гормональные статусы следовать, это для чего? Если потомство намечается, да? Да, все верно. Это как у людей совместимость, да, знаете, или это как-то по-другому? Это по-другому, это собачка готова или нет. Гормон называется прогестерон. Так. Вот, и по определенному периоду овуляции, фертильному периоду, мы определяем готовность собаки к вязке. Здорово. Галина, а вы давно были у ветеринара? Ну, перед каждой выставкой мы приходим к врачу, чтобы нам выписали справку, чтобы без справки невозможно попасть на массовое мероприятие такое с собакой. Это обязательно слой. То есть, ну, мои собаки вольно-невольно постоянно под присмотрами врачей. Плюс я как бы сама стараюсь за ними постоянно наблюдать. Если что-то меня смущает в здоровье животного, я не могу самостоятельно помочь. Конечно, я всегда обращаюсь к врачу. Тянуть ни в коем случае нельзя. А если мы сегодня, вот прямо здесь и сейчас, вам предложим проверить ушки? Вы согласитесь? Хорошо. Ну, тогда идемте. Да, давайте. Давайте пройдем. В мини-лабораторию. К специальным приборам. Так, что нам для этого нужно? В первую очередь нам нужны перчатки. Так. Одеть, наверное, халатик, да? Сейчас мы их наденем. Да, и халатик потом наденем. Да. Мы будем проверять ушки, да? Это такая очень быстрая процедура. Да, заранее мы, естественно, я уже с Цири познакомилась. Витя, ей нравится, она виляет хвостом. Она сразу вам доверяет, нет вопросов. Мы знакомы, вообще-то. А, поэтому она вас легко будет сегодня подпускать вас к себе. Да, Циричка хорошая девочка. Значит, мы обратили внимание на ушки Цири. Они немножко красноватые. О чем это можно говорить? Это может, как говорить об аллергическом процессе, да, так это может говорить и о каких-то клещевых инфекциях. Значит, мы... Есть несколько способов забора материала. Вот, мы возьмем первый, самый простой. Это на стеклышко возьмем несколько там волосиков, да, которые нас интересуют. Это специальный раствор выкопнули, да? Это да, через который можно будет удобно смотреть в микроскоп. Значит, что мы исключим, это клещевую опять инфекцию, да. Вот, ну, конечно, аллергическую никак не выясним, да, спустя время только и через другие исследования. И туда в раствор, да, пускай в раствор. Да, и потом мы накрываем покровным стеклышком и смотрим через микроскоп. Второй способ на микрофлору, это уже покраска мазков, это называется скотч-тест. Мы берем абсолютно обычный, самый лучший скотч, и вот таким методом мы приклеиваем все бактерии и грибочки, которые могут там находиться. Далее мы вот этот мазочек красим и опять же смотрим через микроскоп. Так, хорошо. То есть все как можно. А много времени пойдет на то, чтобы вот мы либо подтвердили, что нездоровая собака, либо исключили какие-то болезни? Много времени на это пойдет? На самом деле все зависит от патологии, все индивидуально, это к каждому подход свой. В данном случае мы за несколько минут исключим клещевую инфекцию, например, да, то есть это можно обратить внимание на наличие клещей, есть они там или нет. Так, хорошо. Так мы посмотрим в любом случае, вот, и определим. И пока... Значит, наводим. Наводим наш микроскоп в работу и рассматриваем. Есть несколько видов клещей, демодекс, есть саркоптус и так далее. Вы прямо сейчас можете увидеть, живет ли там кто-то или нет. Да, прямо сейчас. Паразитов каких-либо. Да, мы смотрим наш соскоп и пока у нас тут никого нету. Ну, слава богу. Слава богу, да. Вот, поэтому вот такими нехитрыми методами можем быстренько все это определить, но это, можно сказать, такой самый простой способ. А что делать, Татьяна, если... Галина, можете занять место, пожалуйста, бурные аплодисменты, дорогие друзья. Наш эксперимент удался и мы подтвердили, что собака здорова. А что делать, если владелец собаки, кота, либо другого домашнего питомца пропустил поход к ветеринару? Ну, на самом деле, это ничего страшного. Вы можете всегда позвонить в клинику и как-то объясниться, да, и свои клинические признаки рассказать. И, ну, естественно, на следующий прием стоит записаться. Это мы говорим о здоровой собаке, если планово проходит, она смотрит, да? Если планово проходит, ничего страшного, в следующий раз, когда вам будет удобно, можете записаться. Главное, не затягивать. Понятно. Давайте мы займем наши места, а пока спросим у Ивана. Иван, скажите, пожалуйста, а существуют ли собаки с идеальным характером? Нет, таких собак не существует. У каждой из собак свой индивидуальный характер. Есть холерики, есть сангвиники, есть фигматики, есть меланхолики. И зависит от того, как воспитал хозяин собаку. То есть, если он воспитал ее агрессивно, то и собака будет вырастить, конечно же, агрессивной. Если собака воспиталась в семье с любовью, и четкая иерархия расположена, кто вожак стаи, а кто подчиненный, грубо говоря, то такая собака будет выравновешена, покладистая и добрая. А почему некоторые экземпляры, животные, я имею в виду, если правильно сказать, они бросаются на проходящих мимо людей, на тех же велосипедистов? Это потому что у животного накапливается агрессия из-за того, что хозяин неправильно обращается? Или потому что порода такая, я не знаю, еще там по каким-то причинам? Ну, тут на самом деле может быть много причин. Может быть, так как собака не социализирована, то есть она не привыкла находиться в обществе, поэтому может кидаться на людей. Может быть, так же причина того, что, как говорится, есть у каждого своя энергетика. И собака эту энергетику чувствует. Хорошего человека она может пройти, не обратить внимания. На плохого человека она может, как бы, среагировать. Так же зависит от самого хозяина. Как бы, получается, есть такие моменты, когда вот, ну, раз вышла на улицу, собака кого-то облаяла, два кого-то облаяла, и хозяин уже боится идти туда на улицу, и где гуляют люди. Старается выводить где-то безлюдное место. Вот. То есть у него вырабатывается на этой почве страх. То, что собака может кого-то покусать, кого-то облаять. Собака этот страх чувствует, и у него, получается, вырабатывается такой механизм, как защитить хозяина. То есть мой хозяин боится, значит, я должна защитить. И поэтому она начинает агрессивно на кого-то, как бы, грубо говоря, сказать, кидаться. Когда человек подходит к хозяину, собакой. Вот. Поэтому бывают такие вот моменты. Я хочу спросить у Татьяны. Татьяна, скажите, пожалуйста, ваш ветеринарный кабинет чем-то отличается от других, которые вот существуют, работают, открыты в Гомеле? Ну, так как мы специализируемся больше как ветеринарная лаборатория, да, такая индивидуальная, первая в городе она у нас появилась. И благодаря нам мы делаем, стараемся делать упор именно на лабораторную диагностику. И мы делаем, вот опять же, как я говорила, на гормоны, да, на различные, и щитовидные железы в то же время. Также на инфекции абсолютно все методом ПЦР. То есть это такой универсальный метод идентификации вирусных инфекций, и не только вирусных, и кровепаразитарных, вот, скрытых, которые мы не всегда можем обнаружить визуально. Вот, поэтому люди часто приходят непосредственно сдать на инфекционные заболевания. То есть у животных существуют такие болезни, они могут приносить болезни, которые вроде бы как не видны, и они протекают в скрытой форме. Для того, чтобы исключить какие-то осложнения, нужно прийти и сдать какие-то анализы. Да, однозначно есть такие. А существуют такие производители вакцин, которые утверждают, что для того, чтобы защитить собаку от болезней, от многих болезней, достаточно одной вакцины? Нет, вакцинацию надо проводить ежегодно. Изначально вот наш ченочек, который у нас тут был, панда, он делал двукратную вакцинацию с интервалом в 20 дней. А потом ежегодно делается и от бешенства, и от основных вирусных инфекций. Тут ничего сложного нет, главное не пропускать, и правильно питаться еще. По определенной схеме, существует определенная схема. Нужно между вакцинами выдержать какой-то интервал, верно говорю? Да, конечно, чтобы иммунитет отреагировал и выработал свою защиту. А почему ветеринары советуют сразу погонять глистов, как это правильно сказать, да, в народе говорят, а потом уже какие-то процедуры проводить по схеме? Чтобы вакцинация прошла более гладко, чтобы не наблюдалось рвоты, потому что глисты у нас тоже вырабатывают определенные негативные такие элементы, которые в сочетании с вакциной могут вакцину хуже перенести собаке или кошке. Понятно. Давайте посмотрим, что же вы, уважаемые телезрители, пишете нам на Viber. И вот, пожалуйста, один из вопросов, который у нас уже есть, это такой. Стоит ли тратить время на визиты в клинику, если кот не ходит на улицу? Спрашивает у нас Анатолий. Стоит, конечно. Опять же, с вакцинацией. Опять же, мы все крутимся вокруг нее, потому что без нее никуда. Стоит заводить паспорт и туда проставлять вакцины. Даже самому владельцу удобно пользоваться этим паспортом, потому что туда также записываются еще и профилактические все мероприятия. Когда мы глиствов протравили данному животному, это нельзя пропускать. И также вы в дом сами можете принести инфекцию и невакцинированный код. С обувью своей, да? Можете, с обувью. И вы пошли в гости, у нас были такие случаи, поигрались с котиком, ручки не помыли, принесли домой, своего погладили, и он заболел. То есть такое тоже встречается и крайне опасно. Домашние животные, как и любые другие живые существа, могут переносить какие-то заболевания. И мы, люди, мы можем, сами того не зная и не замечая, подхватить какую-либо инфекцию. Вот как этого избежать и как сохранить свое здоровье, мы спросим у нашей следующей гости. Ольга Николаевна, проходите, пожалуйста. Я представляю подборные аплодисменты. Ольга Николаевна Тульженкова, заведующая отделом эпидемиологии Гомельского центра гигиены и эпидемиологии. Добрый вечер. Добрый вечер, Ольга Николаевна. Скажите, пожалуйста, какие же опасности могут подстерегать человека в том случае, если он живет в одной квартире, на одной территории с домашними животными? Опасно ли это? Ну, конечно, животное, да, это, к сожалению, не только радость, но иногда определенные проблемы. Одно из самых известных проблем, которые все знают, и чем может заразиться человек от животных, это лишай или микроспория, как правильно называется. Причем, ну, все, наверное, знают, как правильно проявляется у животных, да, может заболеть и человек. Также могут передаваться паразитарные заболевания, леглистые, о которых уже разговаривали. Причем есть паразиты общие для человека и животных, есть не общие, но, тем не менее, проблема может передаться человеку от животных. Также при проживании с животным в одной квартире, конечно, могут возникать аллергические реакции. Могут они возникать как на само животное, то есть на его шерсть, слюну, может быть аллергическая реакция и на корма, которыми кормят животных. То есть как и у самого животного, так и у человека. Ну, сейчас мы про людей. Ну, и, конечно, самое опасное, самое серьезное заболевание – это бешенство, которое может человек заразиться от инфицированного животного при укусе. Заболевание, к сожалению, абсолютно смертельное, как для заболевшего животного, так и для человека, который может пострадать. И, кстати, к нам приходит сообщение на Вайбер, и Светлана спрашивает, что же делать, если укусила бездомная собака? Да. Нужно обратиться в территориальную поликлинику по месту жительства, где правильно проведут обработку раны и назначат при необходимости курс вакцинации против бешенства. А мы как раз-таки знаем, что бешенство может передаваться через укус, да? Через укус, в рану, да. В ранку. Ну, в случае ослюнения тоже вакцинация может назначаться. Зависит от того, какое животное укусило, привито ли оно, какие обстоятельства укуса, спровоцирован он или нет. То есть это всё в индивидуальном порядке рассматривать. Неподписавшийся телезритель спрашивает, в чём коварство таксоплазмоза? Правильно говорю? Таксоплазмоза, да? Да, правильно вы говорите. Что это за заболевание такое, и какую роль здесь может в инфицировании сыграть домашнее животное? Да, есть такое заболевание таксоплазмоз. Большую роль в этом играют кошки в передаче этой инфекции. Обычно оно протекает или бессимптомно, или с такой достаточно мягкой, нетипичной клиникой. То есть температура, ломота в теле, но это заболевание очень опасно для беременных женщин. И если заражение произошло во время беременности, то может привести к порокам развития плода, к преждевременной смерти. И даже если такой ребёнок родится, то часто пороки, к сожалению, несовместимы с жизнью. Поэтому у нас беременные женщины проходят обследование на таксоплазмоз. Ну и так как оно передаётся кошками, возбудитель содержится в фекалиях, конечно, рекомендуется беременным женщинам ограничить контакт с кошками и золотком, чтобы следил какой-то другой член семьи. А что за такая болезнь кошачьей царапины? И как она проявляется? И как уберечь себя? Ну да, такое заболевание существует. В принципе, оно не очень известно. Но да, болезнь такая есть. Вызывается таким микробом, как бартонелла, который содержится в слюне кошек. И это нормальная микрофлора для кошек. Но при укусе, при царапывании может попасть человеку в организм. И через какое-то время, недалеко от места укуса, воспаляется лимфатический узел. Он может увеличиться в размере достаточно намного, до 5 сантиметров. И заболевание это может пройти само. Оно часто и проходит само. Но, тем не менее, к врачу нужно обратиться. Конечно, указать факт контакта с домашним животным или с недомашним. То есть факт укуса. Но обратиться нужно почему? Потому что такая же клиника, как воспаление лимфатических узлов, оно может характерна для других опасных заболеваний и серьезных, которые должны быть вовремя диагностированы. Татьяна, вы у себя в кабинете котам какие-то процедуры проводите, чтобы они не передавали какие-то инфекции, страшные бациллы, чтобы мы спокойно жили с нашими котиками? Сижу, вот прям очень хочу сказать по поводу таксоплазмоза. Все женщины беременные, у кого есть кошки дома, крайне напуганы этим заболеванием. Сразу хочу сказать, что в интернете очень много по этому поводу информации. И эта информация не очень корректная, она пугающая. На самом деле, чтобы заболеть таксоплазмозом, беременная женщина должна именно в этот момент проконтактировать с животным, с кошкой, которая выделяет именно в этот момент таксоплазмы, которая тоже заболела. То есть это должно совпасть столько звезд на планете, чтобы беременная девушка заболела именно таксоплазмозом. И в кале таксоплазма должна созреть. Это значит, что за лотком не убирают двое суток. То есть, понимаете, крайне сложно. Когда разводятся какие-то инфекции, бактерии страшные какие-то. Да, они там созревают. Поэтому в данном случае сильно бояться не стоит, но на таксоплазму к нам приходят женщины и с кошками, и просто потому что люди боятся. Ну, пока все хорошо, пока все отрицательные. Здорово. И у нас есть еще один телефонный звонок. Давайте все вместе его послушаем. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Слушаем вас. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, гости. Добрый вечер. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Меня зовут Ольга. Я звоню из Гомеля. Да, Ольга, слушаем вас. У меня такой вопрос. У моей бабушки есть кот. Она его взяла на улице. И в какой-то момент кот начал вести себя очень агрессивно. Он на нее бросается, расстрапывает ей ноги. Ну, в общем-то, очень-таки неприятные последствия. Ну, она кота очень любит. Всегда кормит вовремя, следит за ним. Но не знает, что с ним делать, потому что как бы раны долго заживают. И как себя ей вести с этим котом, тоже вот не знает. Как его утихомирить? Нельзя. Как его утихомирить, вопрос. Да, как утихомирить кота? Спасибо за вопрос, Ольга. Кто может какие-то советы дельные дать, да? Может, ему не хватает игр там с детьми? Я не знаю, дети же любят заниматься. Калина Федоровна. Как кота утихомирить? Куда он энергию свою направить должен? Ну, не на несчастную же бабушку. Прежде всего, его надо кастрировать. Так кастрируют в определенном возрасте. Татьяна, подскажите нам, в каком? В девяти месяцах, это даже уже поздно. В семь месяцев уже половое созревание у животных, особенно у самцов, оно уже. Если это не сделано в таком возрасте, у нас есть примеры, когда котиков кастрировали в семь лет. И все прекрасно. И что, и все нормально? Конечно. Выжил, выжил котик? Да на примере моих друзей котик дожил до 19 лет, слава богу. Так почему же такие байки ходят, что в определенный период? Ну, опять же, все индивидуально. От чего это? Опять все индивидуально. От содержания животного. От всего. Но если бы его стерилизовать, будем так говорить правильно, вовремя, то таких бы проблем не было. Котик, если ходит еще и на улицу, бегает там, допустим, или с ногами люди приносят домой запахи. Кошек в этот период гормоны так у них играют, что мама не горюй. Это первое. И кот, если даже тряпка, ну, запах бывает, что на улице кто-то там что-то, тряпка, ну, запах есть. Кошки там или кота, неважно. Животное домашнее будет беситься, оно будет кидаться. Я знаю случай, который нельзя просто озвучить, потому что это просто в голове не укладывается. Как люди могут поступать с такими животными, вот, не понимая почему, это животное бросилось на свою хозяйку. И были неприятные какие-то последствия. Очень были страшные последствия. Я, нет, не человеку тому, на которого бросились, а вообще-то, ну, здесь вопрос морали. Вопрос морали, да, воспитывать людей прежде всего. Да, людей и потом. Вы знаете, люди берут животное, но не всегда представляют какая-то проблема. Благодарю вас, Галина Федоровна, и под занавес нашей программы мне бы хотелось попросить каждого из вас, уважаемые гости, буквально по несколько слов пожеланий тем людям, которые хотят завести дома животное. То ли это кот, то ли это собака, то ли это попугай, то ли это черепаха. С кого начнем? С вас, Иван? Ну, давайте. Чего бы вы хотели пожелать? Если заводить собаку, то надо тысячу миллионов раз подумать, прежде чем ее заводить. Потому что это большая ответственность. Это не то, что взял, купил, погулялся, погулялся и выбросил. Поэтому если берете уже собаку в себе, в семью, то будьте добры за нее отвечать. Спасибо, Татьяна. Да, так как я выступаю тут за здоровье и за диагностику, то, естественно, надо любить. И правильно вакцинировать и вовремя обращаться к врачу. За диагностикой. Здорово. Галина Федоровна. Я поддерживаю Ивана полностью. Я за то, чтобы у нас все меньше и меньше становилось безответственных людей. Достаточно, я думаю, это главное. Это заслуживает аплодисментов. Ольга Николаевна, чего бы вы хотели пожелать? Я хотела бы напомнить слова известного писателя, который сказал, что мы в ответе за тех, кого приручили. И, конечно, мы в ответе как за животное, так и за людей, которые окружают. Поэтому обязательно нужно содержать свой питомца здоровым, следить за его здоровьем, чтобы он и сам был здоров и счастлив, и ни в коем образом не повредил здоровье окружающих. Галина, вы как азартная владелица животных. Мне хочется всем людям напомнить, что вы выбираете не породы, вы выбираете конкретное животное, которое вы испытаете для себя. То есть любая собака, кошка, хорек, хомячок, черепаха – это не более, чем инструмент в руках человека. И как оно им будет распоряжаться, такое животное получится. И вам будет либо комфортно, либо некомфортно вам и окружающим. Здорово. Уважаемые телезрители, сегодня мы в наших квартирах, в нашем жилье можем завести кого угодно. Паука, собаку, черепаху, удава, змею – все дозволяется. Но в рамках приличия, конечно же. И животные любят нас просто так, безусловной любовью. Так давайте мы будем отвечать им взаимностью. Будем заботиться об их здоровье, вакцинировать вовремя и отвечать им нашей любовью. Уважаемые друзья, гости в нашей студии, я вам благодарна. Наша вся творческая бригада благодарна вам за то, что вы приняли участие, за то, что вы сегодня были с нами. Мы благодарны, уважаемые телезрители, за то, что вы проявляли сегодня активность. Благодарим вас за вашу активность, за ваше участие. Всего доброго. Доброй вам ночи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!